Единый государственный экзамен по математике задание номер 12. Найдите наибольшее значение функции на отрезке от минус 5π на 6 до 0. Начинаем как обычно с нахождения производной. Производная суммы или разности равна сумме или разности производных, поэтому надо найти производную от каждого слагаемого отдельно. Производная от двух синусов х равна 2 умножить на производную синуса. Производная синуса это косинус. Получается 2 косинуса х. Производная минус 36 деленное на π умножить на х. Минус 36 деленное на π это константа. И эта константа умножается на какую-то функцию. В данном случае на х. А это значит, что константу мы можем вынести за знак производной. То есть переписать минус 36 деленное на π и умножить на производную переменной х. Производная х равна 1 умножаем на минус 36 деленное на π. Получаем минус 36 деленное на π. То есть минус 36 разделить на π. И находим производную числа 9. Это константа, производная от нее равна 0. Производная найдена. Попробуем приравнять ее к 0. Кто заметил, уже видно, что производная никогда не равна нулю и всегда строго меньше нуля. Почему? Потому что косинус изменяется от минус 1 до 1, 2 косинуса изменяется от минус 2 до 2, а минус 36 деленное на π больше чем, по модулю я имею ввиду, больше чем 2, как минимум. Потому что π это 3,14, ну и так далее. Кто этого не заметил, продолжает решение обычным стандартным способом. То есть нужно приравнять производную к нулю. Приравниваем производную к нулю. Тогда получаем 2 косинус х минус 36 разделить на π должно быть равно нулю. Переносим 36 деленное на π вправо со знаком плюс. Получаем 2 косинуса х равно 36 разделить на π. Делим обе части на 2. Получаем косинус х должен быть равен 18 разделить на π. То есть мы поделили обе части на 2. То есть в знаменателе вот здесь двойка, здесь двойка. Сократили в левой части. 36 поделить на 2 будет 18. То есть получилось 18 деленное на π. Данное уравнение решений не имеет. Почему? Можно записать нет корней. Нет корней или нет решений. Нет корней. Так как 18 деленное на π больше единицы. А множество значений косинуса от минус 1 до 1. То есть получается косинус не может быть равен числу, которая больше единицы. То есть так и запишем. Нет корней, так как 18 деленное на π больше единицы. Почему? Потому что π это 3,14. Ну а 18 естественно больше чем 3,14. Значит дробь будет больше единицы. Если числитель дроби больше знаменателя, значит дробь больше единицы. Таким образом корней нет. А это значит, что критических точек, а в частности точек экстремума, на вот этом промежутке у нас не будет. И вообще критических точек у нас не будет. Не только на этом промежутке, но и на всей числовой оси. Вообще надо было бы конечно начинать с области определения данной функции и так далее. Но мы видим, что область определения это вся числовая ось. То есть никаких ограничений на эту функцию у нас не будет. Потому что дробей нет корней, я имею в виду дробей, чтобы в знаменателе x был. У нас таких нет корней, нет логарифмов, нет ну и так далее. Значит область определения вся числовая ось. Вот с этого обычно начинают исследования. Но мы устно это увидели, поэтому не записывали. Итак, идем далее. Значит на отрезке не будет критических точек, в частности точек экстремума. Покажем, то есть наш отрезок от минус 5π деленное на 6 до нуля. И критических точек внутри отрезка и за его пределами, кстати, тоже не оказалось. А это значит, что производная на всем этом отрезке должна быть одного знака. То есть она знак менять не будет на этом отрезке. То есть либо производная должна быть здесь положительная, либо отрицательная. Попробуем это выяснить. То есть найдем знак производной вот на всем этом отрезке, на всем этом промежутке. Как это сделать? Достаточно подставить любую точку, в том числе и самую легкую. Самая легкая точка это точка 0. Попробуем подставить точку 0 в производную, чтобы определить ее знак. Подставляем 0 в производную. То есть вот сюда, в производную, которую мы нашли. Подставляем 0. Косинус 0 это единица. 2 умножить на 1 будет 2. То есть первое число будет равно 2. Можно это уже записать. То есть мы находим значение производной в 0. Подставляем вместо переменной x 0. Получается 2 умножить на косинус 0 минус 36 разделить на π. Получаем косинус 0 это единица. Получается 2 минус 36 разделить на π. То есть видно, что это число всегда меньше 0. Кто не увидел, можно по-другому доказать. В принципе можно здесь увидеть уже, что π это 3,14. Значит вот это число будет уже больше 10 по модулю. Значит будет 2 минус 10. Как минимум минус 10. А то и минус 10 с лишним. То есть получается. То есть или даже там больше даже получается. Вот. То есть получается, что это число всегда будет отрицательным. Кто не увидел, можно еще по-другому рассуждать. Можно было 2 вынести за скобки. Тогда у нас в скобках будет единица. Минус 18 деленное на π. И вот теперь видно, что 18 больше чем π. Значит дробь будет больше единицы по модулю. Значит будет единица минус число больше чем единица. Будет отрицательное число. И умножить на число 2 будет тоже отрицательным. То есть получается в итоге производная у нас отрицательна на всем отрезке. Покажем, что она отрицательна. А значит функция на всем этом отрезке убывает. То есть вот так вот стрелочку покажем. Сверху вниз. Так как функция убывает, то большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции. И наоборот, меньшему значению аргумента соответствует большее значение функции. Нам нужно найти наибольшее значение функции. Значит чем меньше х, тем больше у. Значит вот в этой точке как раз и будет наибольшее значение функции. Вот у будет выше здесь. А вот если мы возьмем 0, у будет ниже. То есть меньше. А это значит, чем меньше x, тем больше y. Таким образом, наибольшее значение функции будет в точке минус 5π деленное на 6. Найдем. Осталось только найти значение функции в этой точке. Но теперь уже значение исходной функции. То есть нам необходимо сразу запишем это. То есть наибольшее, пишем максимальное, можно так записать, максимальное, наибольшее значение функции y на отрезке. Минус 5π деленное на 6 до 0 будет равно значению функции в точке минус 5π деленное на 6. И остается только подставить. Куда? В исходную функцию, вот сюда, нужно подставить вместо переменной x минус 5π деленное на 6. Получаем 2 умножить на синус минус 5π деленное на 6. Подставляем. Минус 36 разделить на π и умножить на x. А это значит умножить на минус 5π деленное на 6. И плюс еще 9. Равно. Как найти значение синуса в точке минус 5π деленное на 6? Во-первых, можно избавиться от этого минуса. Синус функция нечетная. Значит, вот этот минус можно вынести вперед. То есть, получается минус 2 синус и уже 5π деленное на 6. Далее. Минус на минус дает нам плюс. Получается с плюсом в числителе 36 умножить на 5π. Сразу перемножаем дроби. И разделить на π, да еще умножить на 6. То есть, на 6π нужно поделить. Да плюс еще 9. Считаем. Что тогда у нас получается? Синус 5π деленное на 6. Как можно найти? Можно записать 5π деленное на 6, как π минус π на 6. Ну или сразу показать эту точку 5π деленное на 6. То есть, увидеть. Вот она эта точка. Будет синус равен 1 и 2. Кто этого не увидел, значит придется формулой приведения воспользоваться. Тогда у нас получится минус 2 умножить на синус. 5π на 6 представим как π минус π деленное на 6. Да, вот здесь вот плюс. Вот здесь плюс. Вот здесь я же сказал, что минус на минус дает нам плюс. А сам записал вот здесь вот минус. Поэтому давайте сейчас исправим. То есть, вот здесь вот будет все-таки плюс. Далее. Теперь продолжаем. У нас тогда получается вот здесь вот плюс. И 36 и 6 мы сокращаем будет 6. 6 на 5 будет 30. И π тоже сокращаем. π на π сокращаем. То есть, получается 30. То есть, будет плюс 30 до плюс еще 9. Синус π минус α равен синусу α. Значит, у нас получается просто синус π на 6. Будет минус 2 на синус π на 6 плюс 39. Получаем синус π на 6. Это 1 вторая доумножить на минус 2. Получается минус 1. Минус 1. Да плюс еще 39. 39 минус 1 будет 38. Это значит, что в ответ мы должны записать число 38. Пишем ответ. Ответ. 38. 38.